А сейчас появились первые видеокадры детей, спасенных в Таиланде из пещеры до школьников. Спустя 9 суток смогли добраться спасатели. Губернатор провинции сообщил, что все 13 человек, включая тренера, найдены живыми. Журналисты со ссылкой на спасателей сообщают, что дети сильно истощены, но могут, точнее не могут самостоятельно передвигаться. О ходе операции расскажет Анна Воронина. Такими улыбками, вздохами, облегчениями и овациями губернатора еще не встречали. Девять дней тревожного ожидания ради этих слов, прозвучавших в прямом эфире тайских телеканалов. Это данные от поисковой группы. Дайверы военно-морских сил добрались до той части пещеры, куда направлялась группа. Она оказалась затоплена. Дайверы обнаружили свободную от воды площадку только в 400 метрах, где и были школьники и тренер. Наши младшие братья в безопасности. За поисками школьников и их наставниками весь мир с замиранием следил с 23 июня. Тогда сотрудники горного парка возле входа в пещеру нашли велосипеды, мотоцикл и спортивный инвентарь. Позвонили в местный футбольный клуб. Там подтвердили вещи их юниоров. После тренировки в пещеру Тхам-Луанг отправились 12 детей. Самому младшему 11 лет, старшему 16. Вместе с ними тренер. Я верю, что они живы. Я верю, ведь с ними их тренер. Он сильный и выносливый. Он может их воодушевить и направить. Я верю в его силу. План был простым. Зайти в пещеру, добраться до одной из дальних камер с ровным песчаным полом и вернуться обратно. Прогулка привычная для местных школьников. Если бы не ливни, которые затопили парк, а вода перекрыла выход. На протяжении следующих дней погода играла против школьников. Если ливни продолжатся, уровень воды будет и дальше подниматься. Это просто не позволит дайверам попасть в пещеру и спасти пропавших. Дождь мешает и тем спасателям, что ищут иные выходы из системы пещер. Первоочередная задача, как можно скорее откачать воду из пещер. Воду, впрочем, попытались взять в союзники. В пещеру сбросили корбы с едой, питьевой водой, мобильными, фонариками, свечами и зажигалками. В надежде, что течение донесет груз до пропавших. Возле пещеры разбили настоящий военный лагерь. Боевые пловцы США и первоклассные дайверы из Британии сменяли друг друга. Тайские и австралийские спасатели едва успевали переводить дыхание. Врачи почти 10 суток в полной боевой готовности. Всего более 10 тысяч военных и сотни волонтеров со всей страны и из-за рубежа. Вдоль пути к пещере десятки баллонов с кислородом и родственники мальчиков, от которых психологам приходится отгонять журналистов, как только появляются новости о выживших. Спасатели, между тем, решают, как вывезти детей. Для пострадавших подготовили акваланги с масками, однако возвращать их по 6-километровой затупленной пещере рискованно. В некоторых частях сильное течение, есть и слишком узкие проходы. К тому же самим детям для такого путешествия необходимо набраться сил. Еще один вариант – эвакуировать школьников через потолок пещеры. Для этого спасателям необходимо расширить естественный проем глубиной в 200 метров. Военные уже приступили к работам. Анна Воронина, Вести. Продолжение следует...